В набережных Челнах стартовало массовое бесплатное исследование населения на антителах новой коронавирусной инфекции. Напомню, первая волна тестирования прошла еще в июне. Тогда участниками стали всего около 400 человек. На сей раз 6 тысяч челнинцев. 75% обследуемых – медики. Оно и понятно, ведь именно они чаще других контактировали с пациентами с симптомами COVID-19. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала в поликлинике номер 6 и на ее примере мы покажем, как проходит забор крови. Медсестра Ираида Батыршина вместе с врачом принимала всех пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии, а сейчас оказалась на их месте. Медик не исключает, что могла переболеть ковидом. Я сильно заболела, у меня была температура 39,5. Я лежала целый месяц дома, никуда не выходила, лечилась. Ко мне приезжала ковид-бригада и обслужила меня на дому. Но я кровь не сдавала. В поликлинике номер 6 обследований на антитела к ковиду пройдут все медработники. Во вторую волну попали 54 сотрудника. Я считаю, что я могла переболеть коронавирусной инфекцией, так как я медицинский работник. Однако в массовом тестировании примут участие не только медработники, но и обычные горожане. Во взрослых поликлиниках анализ берут у челнинцев старше 18 лет. Кровь из вены исследуют по методу ИФА. Это иммуноферментный анализ, который покажет, болел человек новой коронавирусной инфекцией или нет. Прежде всего, на антитела коронавирусной инфекции необходимо сдать анализы тем, кто переболел ОРВИ, те, кто перенес подтвержденную коронавирусную инфекцию и обязательно медработникам. Решила проверить, есть ли у меня антитела на коронавирус. Хотела просто уточнить, насколько необходимость, есть ли вакцинации. Каждый человек хочет, наверное, узнать свой статус, чтобы в дальнейшем не болеть ковидом. Журналисты программы «Челны-24» также приняли участие в массовом исследовании. Корреспонденты и операторы, как и медики, работали во время самоизоляции и контактировали с большим числом людей. А учитывая, что журналисты съемочной группы программы «Челны-24» всегда находятся в эпицентре события, к тому же мы были в красной зоне и общались с пациентами, у которых подтвержденный диагноз новая коронавирусная инфекция, не исключено, что я также могла переболеть ковидом и даже не заметить этого. Были простудные симптомы и сегодня решил удостовериться, возможно, это ковид был. Антитела могут выработаться даже при общении с носителем вируса, говорят специалисты. Это значит, что болезнь протекала в бессимптомной форме. Следующее тестирование челнинцев пройдет через месяц, а затем в ноябре и декабре предстоит самое массовое исследование.